Следующее, о чем хотелось бы напомнить, это трапеза Господня. У нас есть... Я хочу, чтобы на следующей неделе мы принимали причастие не только на каждой домашней группе, но и на каждом служении. Знаете почему? Я вам объясню. Иисус сказал, сие творите мое воспоминание. Вспоминать об Иисусе, это богоугодное дело. Мы можем вспоминать о нем. Знаете, когда меня спрашивали, а почему нужно так часто принимать? Я говорю, что вообще нужно каждый день принимать трапезу Господню. Почему? Потому что если мы принимаем трапезу Господню и вспоминаем об Иисусе, то есть творим это в Его воспоминаниях, и держит нас в тонусе. Но не дает нам расслабиться, не дает нам уйти в грех, не дает нам уйти в уныние. Потому что Иисус не за это умер. Он сказал, я пришел, чтобы дать вам жизнь и жизнь с избытком. И об этом нужно помнить. И два раза в неделю не так уж и много. По стопу, он написал в первом послании Коринфянам, 11 илова, 23-29 стихи. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, примите и едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. Так же и чашу после вечерей, и сказал, сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сие и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». Я напоминаю, что в смерть Иисуса Христа есть в прощении наше грехов. «Посему кто будет есть хлеб сие и пить чашу сию Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней». Что значит недостойно? Мы можем прийти к хлебопреломлению и действительно принимать это хлебопреломление недостойно, потому что мы находимся в открытом грехе, мы не можем от него избавиться. И мы не можем, когда мы чувствуем стыд, когда мы прием вино и едим хлеб. Но от этого можно избавиться. Есть такое понятие, как истоведь и прощение грехов. Каждому из нас, каждому сидящему здесь, дана власть прощать грехи. Я хочу, чтобы вы поняли это. Каждому из нас дана власть прощать грехи. Иисус сказал, кому простите, тому простится. А кому не простите, на том и останутся. Представляете, какая у вас есть власть. Выносить смертный приговор или помилование. И если мы будем исповедовать, написано, свои грехи друг перед другом, то Он, Бог, будучи верен и праведен, очистит нас от всякой неправды, и мы сможем принять трапезу Господню достойно. Итак, мы будем призывать людей здесь к рассуждению о теле Христовом. И, да, я не дочитал. Ибо тот, кто если бьет недостоинно, тот и если бьет в осуждение себе, не рассуждая о теле Господне. Мы будем призывать людей к рассуждению. И вот, что я хочу, чтобы мы поняли, кто может принимать причастие, а кто нет. В каждой церкви есть свои правила. В нашей церкви я имею откровение о следующих правилах. Первое. Причастие может принимать добровольно абсолютно любой человек. Коринфянам, 2-й Павел, 5-й глава, 15-го по 21-й стихи. А Христос за всех умер. Чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Поэтому отныне мы никого не знаем по плоти, а если и знали Христа по плоти, то больше уже не знаем. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Мы новое творение во Христе Иисусе. Давнее прошло, теперь все новое. Все, что можно было сказать в прошедшем времени, прошло. Теперь все новое. Вопрос, хотим ли мы жить по-новому. Вот в чем вопрос. Вот о чем нужно задуматься. Если мы грешили еще минуту назад, то уже сейчас можно сказать, старое прошло. Теперь все новое. И принять кровь Иисуса Христа и очиститься. Все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с Собою, давшего нам служение и примирение, потому что Бог во Христе примирил нас с Собою. В мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова. Послушайте внимательно. Мы посланники от имени Христова. И как бы сам Бог увещевает через нас. От имени Христова просим, примиритесь с Богом, ибо незнавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем соделались праведными перед Богом. Если мы донесем до человека эту информацию, если Бог увещевает через нас, и Он покается, Он может принимать причастие. Во многих церквях для того, чтобы принять причастие, нужно принять водное крещение. У нас такого правила, как основополагающего, нет. Второе правило, это причастие не может принимать человек, живущий в открытом грехе, отрицающий Бога, или не признающий Иисуса Господом своим и Спасителем. Ну, это понятно, почему объяснять не надо. Гости служения, да, могут принимать причастие только после молитвы покаяния, произнесенные ими, когда им четко объяснили, какое духовное значение имеет подобная молитва, они донесли смысл слов Писания из Послания к Римлянам, 10 глава, 9 по 13 стихи. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит, всякий верующий в Него не постыдится, ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Если человек понимает значение этих слов и произносит молитву покаяния, он, да, может принять причастие. «В нашей общине факт прохождения водного крещения не является основополагающим условием для допуска к участию в вечере Господне». Это очень важный момент. Во многих общинах – да. И об этом говорят перед тем, как вы выходите к причастию. Пастор обычно объявляет, кто имеет право, и в большинстве случаев, но я не говорю «в большинстве», во многих случаях говорится «только после водного крещения». Почему я говорю, что это не основополагающее для нашей церкви? На основе местописания, где разбойник, висящий на кресте, приняв Иисуса Господом и Спасителем, получил место в раю рядом с Иисусом. Без водного крещения. Аминь.